Привет, друзья! Ну, сначала посмотрите на картину «Поющие над вселенной». Я её как-то показывал, и вот по просьбе нашего почётного участника Школы Человек будущего, Homo Futurus, Любовь Авакуной, я её снова сейчас показал и расскажу о том, о чём она меня там попросила в коменте. Это первое. Второе, я отвечу на вопрос. Там комент написал парень, очень такой вдумчивый. Отвечу на него, как устроена работа нашего мозга. И так две части. Будет интересно, задумывающих людей. Значит, название такое интересное, да? «Встреча с Богом» мои скрижали зубы профессора Королёва. Нирвана. Вы знаете что? Если бы вам кто-то сказал, что он встречался с Богом, ну, я, если мне скажут так, я спрошу, а что ты под этим подразумеваешь, под своими словами? Я нисколько не удивлюсь. Ну, потому что, говорят, во-первых, мы всегда можем встречаться с Богом, когда люди молятся и так далее, и так далее. Но я говорю об особой встрече. Вот Моисей, например, скрижали принёс. У меня тоже была особая встреча, о чём я, собственно, и хочу рассказать, отвечая на рекомендацию, просьбу о Любови Абакумовой. Я когда-то это рассказывал. Она попросила, чтобы я немножко подробнее рассказал. Ну, во-первых, я сегодня, когда встал, когда делал потягушеньки, это имеет отношение к вопросу, я в этот момент в точке напряжения мгновенно представил себе свет и мысль. Представил, что день пройдёт чудесно, и я сегодня сделаю прекрасный контент. Ну, я с этим ощущением и ходил потом всё время, и отвечал на звонки с ощущением, что я сделаю прекрасный контент. И вы сейчас всё поймёте, почему и как это работает. А случай был такой, когда я встречался как бы с Богом, а сейчас, можно сказать, с Абсолютом, по Теслам, да. И вот, значит, что там было? Это был пик напряжения. Это было так страшно, потому что я со своим другом, старшим, профессором Королёвым, зимой приезжали в аэропорт Домодедова, уезжали, он меня провожал. Зима, стужа, самолёты задерживаются. Мы всё время подпевали, потому что это было много-много лет назад, я был совсем молодой. Ну, и профессор Королёв тоже всё время подпевал. Он раньше работал разведчиком 20 лет в Индии, по линии А, так сказать. И однажды там он помыл кому-то ноги, больному человеку, помогая. И тот всю жизнь на него работал. Это мне Станислав Иванович рассказывал. Он очень много интересных вещей рассказывал, и поэтому мы дружили с ним. И вы знаете, такой мудрый, но циничный. Но циничный. Много повидавших человек. Короче говоря, в очередной раз, когда мы с аэропорта вернулись, и самолёт так и задержали, и мне надо было на следующий день опять ехать, ну, мы остались у Станислава Ивановича в квартире в Москве. Опять мы там баллон вина выпили. А мне-то сухое пить нельзя, у меня в детстве гепатит А был. Все мы там в Махачкале дети болели, с желтушкой, ещё до школы. И вообще печень у меня такая, что вот сахар поем, у меня тут же и на коже появляется. Поэтому не ешьте много сахара. Особенно у кого с печенью. И вот, значит, представьте себе ситуацию. Значит, он мне выделил комнату, я в этой комнате нахожусь, Стасик Иванович, значит, в коридоре там сидит, ножку за ногу, трубочку покуривает, бородка к ленишкам, в пенсне, и с кем-то разговаривает по телефону. А я в этот момент, ну, представьте себе, несколько суток не спать, несколько суток ездить в аэропорт, ждать, опять возвращаться. Это же не минутное дело. Это несколько суток переутомления, ожидания и вино. И вот, значит, я на 14-м этаже, как-то в этой комнате, подошел к окну, выглянул в окошко, зима, и там внизу, внизу, с 14-го этажа, увидел островок снега, белый такой. И, вы знаете, в этот момент, в этом диком напряжении, пик, пик напряжения, обратите на это внимание, у меня мелькнула мысль назад. потому что я испугался, что меня туда потянет сейчас. 14-й этаж, снег там, кругом чернота, а там белое. Ну, я же искал назад, и вдруг какой-то момент, вы знаете, это состояние, безусловно. Меня повалило навзничь, опрокинуло. И прижало так, что я не мог даже дергаться, даже пальчиком пошевелить не мог. Даже мысли такой не было. Даже не было никаких мыслей сопротивляться этой силе, абсолютной силе, этому явлению, которое свалило меня на пол, и в этот момент я вдруг проникаюсь тем, что оно не должно как бы проявляться, но всегда как бы рядом с нами, вездесющее, абсолютно, всепроникающее, бесконечно. Ну, такое, ну, просто невероятное, да, состояние. И держало меня до тех пор, пока я не затих, и вмиг исчезло. Да, вот такое было состояние. Я выхожу, значит, в коридор, а на следующий день, утром просыпаюсь, и у меня здесь рубец. И я захожу в комнату к Станиславу Ивановичу, он лежит в газету, читает, бородка к ленюшкам, значит, он читает газету спокойно, а я ему говорю, Станислав Иванович, а что это со мной? Он говорит, это я тебя укусил. Я говорю, как это вы меня укусили, почему? А ты, говорит, посмотри, что ты натворил. Я выхожу в коридор, там горшочки висели с цветами, одна пыль, телефон, провод болтается по полу, телефона вообще нет, дребуски. Я ему говорю, а что это такое? Он говорит, ты вчера из комнаты своей вышел, белый, и говоришь, оно есть, оно есть. А я сижу с девушкой по телефону, треплюсь в три часа ночи. Ты схватил меня за грудки, поднял, и стал мне это вколачивать. Оно есть, оно есть, а вы, типа, сидите с девушкой по телефону трепется. Я, говорит, был вынужден защищаться, я тебя укусил. Ну, разведчик старый, все умеет делать. Короче говоря, я потом в себя приходил, наверное, несколько лет, потому что такая встреча, вы знаете, ну, это потрясающе, боишься об этом подумать, вдруг опять произойдет, это же ниоткуда, понимаете, вдруг и раз, и все. Ну, и боялся об этом думать, ну, слава Богу, что я тогда читал книжки по психологии, мединституте уже на первом-втором курсе учился, да, психиатрию уже читал и так далее, и хорошо, что мой мозг полностью не занялся этим, этой доминантой, а какая-то часть мозга еще работала здоровая, иначе бы я взял зеленый флаг, или там какой флаг, или кресло, и пошел бы по миру, и всем это внушать, оно есть, оно есть, как это и бывает у некоторых. Так вот, годами я иногда вот так пытался инстинктивно подумывать о том, что же это произошло, такая встреча. Ну, безусловно, мои книги вскрижали, так сказать, теперь, условно говоря, я писал, конечно, я не думал об этом, но, безусловно, это тоже отложило свой отпечаток, а как же. И вот через много лет я, наконец, дошел до того, что это произошло событие на пике напряжения, когда у меня на максимальном напряжении из-за истощения, недосыпания, переживания, вина. Вот этот пик напряжения, когда я посмотрел вниз, выверил кусочек снега, и мысль возникла на пике напряжения назад. Вот оно. Когда на пике напряжения возникла мысль назад, оно и реализовалось. Вы представляете, что это произошло? Вот как я сегодня начал с того, что я потягушеньки делал, пик напряжения, и представил свет, что я сделаю контент. И реализовалось. Вот я сейчас вам рассказываю. Так все складно. Да, если кто-то мне скажет, да что ты там сочиняешь, да что там сочинять, я могу снять майку и показать зубы профессора Королева. До сих пор сам остался, как боевое ранение. А вы представляете, интересно, правда? Но очень поучительно. Во-первых, как использовать потягушеньки, потому что там у вас внимание сосредотачивается в момент пика напряжения, и мысль, которую вы там себе создадите, начинает осуществляться. Почему? Я понял, теперь как специалист скажу, потому что гипнофазовое состояние произошло. Это все равно, что вы кого-то загипнотизировали и ему дали команду. А у него разворачивается по его сценарию. Так вот, хорошо, что в тот момент, когда у меня был пик напряжения, я там увидел свет. А кто-то мог увидеть черта с рогами, как и бывает. То есть, психика у меня тогда была здоровая. свет. Так вот, я тогда и написал через годы, когда осознал вот это, то есть, произошел у меня многолетний психосамоанализ, самоосознание, много лет. и написал эту картину поющей над вселенной. Интересно, правда? Это о том, что такое гипноз, что это трансовое состояние. транс, это что? По моей модели работы мозга, там четыре агрегатных состояния, одно нулевое между ними. И вот я сейчас перейду. сначала скажу это стихотворение. Меня пронзила бесконечность, вселенной, разум, беспредельность, во всякой точке постоянная, не вмешивающаяся и непроявляемая. И только здесь момент мой рванный, меня сковала и держала, чтоб мог я уцелеть. и вмиг исчезла со всем своим мирозданием во мне оставив вечный след, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким. И тихо понимать, что тайну мне не открыть и в диалог не дотянуться. И вот прошли годы размышлений и дотянулся. Поэтому сделаю этот ролик. И поющий над вселенной связано с этим стихотворением. Кто не видел первую часть, посмотрите. И мне задавал вопрос, там коммент Энки Амунаки, если я неправильно прочел, поправьте меня, пожалуйста. Вопрос был в комменте такой, Хосе Магомеш, согласно древнему индуизму, есть четыре состояния человека, три из которых исследованы и описаны современной наукой. Бодрствование и два вида сна. Но есть четвертое, которому науке вход закрыт в силу ее материализма. Ну, видимо, материализма науки. Это четвертое состояние называется Турия, индоарийский корень четыре. его короткий проблекс, то краткое пограничное состояние между сном и бодрствованием, которое мы являемся по утрам. Это есть нирвана, когда мы есть, но нет нашего я, то есть нет никакой объективизации, ни опредмечивания, ни мира, ни меня. Ну, и мой ответ. Значит, четыре агрегатных состояния мозга и одно промежуточное нулевое нирвана описано в моей модели работы мозга. Это обычное состояние, когда много конкурящих доминантов, транс, когда одна доминанта, это как раз таки гипнофазовое состояние или состояние максимальной состоит точенности фиксации внимания. Но есть еще сон и сон со сновидениями. Таким образом, четыре агрегатных состояния и мы всегда находимся как смена времен года, чем бы мы не занимались, они вот так вот сменяют одно другое состояние. Но мы на это обычно внимание обращаем. Но если вот это промежуточное между бодрствованием сном сном и сновидениями и трансом промежуточное между ними нулевое состояние вот это задержать по времени это нирвана. А если вы в нирване еще и сосредоточены в деятельности активной какой-то например рисуете картину пишите стихи там делайте какой-то рекорд. Ну вот это сочетание фон нирваны когда отсутствует эго отсутствует все вот конкурирующие с этим сигналы и только одна цель фиксация в этой максимальной расслабленности это уже поток по ческому хаи а нирвана по сути в Европе называется психическая релаксация да или по современному дефолт работы мозга да а вот смотрите как правильно переживать и мечтать чтобы желания сбылись на фоне ключевых приемов и упражнения например волна при автоколебаниях возникают признаки возникающие на пике стресса и в глубине релаксации это ощущение одновременного внимания в реальном и вечном времени там нет страхов и шаблонов бесконечность безвремени свободный поток ассоциаций в русле темы объем внимания в котором разом вмещается все не мешая друг другу а помогая друг другу синергетика там происходит в этом ощущении безусловная защищенность такое чувство даже нету мысли об угрозе вот вы проснулись или засыпаете в этом состоянии переходного нуля нулевом состоянии там на самом деле такой комфорт безмятежность безвремени никаких угроз все отключено это такое особое состояние и вы там разом понимаете то что в обычном состоянии вы по кусочкам по пазлам понимаете потому что объем внимания там другой это другое качественное состояние нулевое состояние ну это же психотерапевты используют как предсонное или предгипнотическое состояние психотерапевты используют безусловную комфортность Нет сомнений в решаемости задачи, которые вы перед собой ставите. Вы абсолютно там уверены в том, ну, вы знаете, ну, это особое состояние. Вот это словами логически не рассказать. Это опыт состояния, которое у вас постоянно происходит, но вы не обращаете на это внимания. А я как специалист, тем более психофизиолог, нейропсихолог и так далее, философ там, я вам из ролика в ролик пытаюсь раскрыть механизмы работы мозга в этом состоянии. Я разные примеры привожу, как в прошлом ролике. А Сергею Степанову, который там, в центре Европы, автор Детокса, программы Детокса, который мне сказал, что это состояние, о котором я говорил, встреча с Богом. Ну, Тесла называется Абсолют, встреча с Абсолютом, может быть, да. И вот этому Абсолюту, встреча с Абсолютом, я как раз таки обучаю методиками саморегуляции ключ, чтобы человек мог сам, в любой момент, когда он хочет, когда ему надо изобретение сделать, контент новый создать, проект новый придумать. Думать, как вот выйти на это состояние межрестом и влаженствованием с настроенностью, что он решит свой вопрос. И вопрос начинает решаться. И точно так же желание, которое вы на пике напряжения задумаете, например, во время потягушения пик напряжения, попросите мечту свою, что она исполняется. Это будет команда под сознанием, и она начнется реализовываться, и вы так можете осуждать свои желания, быстрее достигать своей мечты. Но мы это сделаем на вебинаре, на следующем вебинаре я еще объявлю. Ну, может быть, мы заложим дату там, через недельку сделать этот вебинар. Я еще пару роликов посвящу этой теме, как сделать так, чтобы как правильно переживать и как правильно мечтать, чтобы мечты сбывались. До встречи, друзья. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok